Сегодня в некоторых домах Архангельской за ремонт водовода с 9 утра и до окончания работ не будет холодной воды. Ее отключат в домах, адреса которых вы сейчас видите на экранах. Одной из главных тем итоговой программы «Семь дней в регионе» на этой неделе станет вода. Почему в некоторых районах Архангельска из кранов с горячей водой течет мутно-желтая, а иногда даже коричневая жидкость? И как это может быть связано с плановыми отключениями водоснабжения? Если эти ситуации знакомы вам, звоните 211-385. Оставляйте свою заявку. Разберемся вместе. Архангельские живописцы готовятся к Всероссийской художественной выставке «Лики России». Ровно через месяц, 8 декабря, она откроется в Поморской столице. Уникальная экспозиция объединит мастеров российского изобразительного искусства, раскрывающих в своих работах тему человека, его отношений с окружающим миром. 90 региональных отделений Союза художников России от Камчатки до Калининграда представят живописные полотны, скульптуру, графику, декоративное, народное искусство. «Лики России» пройдут сразу в нескольких выставочных пространствах Архангельска. Площадки, на мой взгляд, очень знаковые. Это наш выставочный зал, потому что мы инициаторами являемся этого события. Это площадь Ленина-2, музей изобразительных искусств. Это краеведческий музей, гостиная дворы, комплекс архитектурный. И это библиотека Добролюбова. Свои работы на Всероссийской выставке покажут многие архангельские художники. «Лики России» можно будет посмотреть до 28 февраля 2017 года. Сегодня на стадионе «Труд» начнутся игры 18-го открытого областного турнира по хоккею с мячом среди юношей на Кубок губернатора Архангельской области. Борьба развернется в трех возрастных группах. В соревнованиях примут участие 18 команд из Архангельской и Мурманской областей, а также из Республики Коми. Сегодня в свет вышел свежий номер газеты «Правда Севера» и вот о чем он рассказывает. В Архангельской области сложилась уникальная ситуация по производству молока. Отрасль показывает устойчивый рост и приближается к среднеевропейским показателям по надоям, что нужно, чтобы закрепить успех. Станут ли интересны брошенные архангельские долгострои застройщикам после внесения изменений в закон Архангельской области о защите дольщиков? Ответы в публикации «Был бы инвестор, долгострои найдутся». Куда бежать студенту коммерческого вуза, которому посреди учебного года говорят, что вместо государственного диплома он получит бумажку? Ответы искали корреспондент газеты и эксперты. Также в номере большое интервью с легендой северной тележурналистики Валентином Пролетарским. Он размышляет о том, что считает самым главным в спорте и профессии. Документальный фильм «Певец Беломорской тайги. Цикл программ «Помним, гордимся, помогаем» производства архангельского телевидения вошли в шорт-лист архангельского фестиваля «Берегиня». Всего после отбора жюрей в финал творческого форума включили 104 работы. В течение месяца их будет оценивать большой жюри. 10 декабря оно объявит победителей. Сегодня в Архангельске более 40 старшеклассников из поморской столицы Новодвинска и Северодвинска примут участие в региональном этапе всероссийского химического турнира для школьников. Победители отправятся в Москву на финальные игры. Сейчас в Архангельске минус 16 градусов и ясно. Программа сейчас в регионе каждый час на телеканале ПЭС. Оставайтесь с нами и одевайтесь теплее.